приветствую интернет-сообщество хотел сегодня показать как прошел сезон летний для растений экзотических не экзотических как вообще в целом провел лето сад ну начну с вашингтонии нити носный или нитчатый кто как считает правильно в вашингтоне просто стрельнула как ракета в этот сезон прирост большой то есть и листья которые были весной они там он глубоко у ее подножия ствола то есть нарастила стволов за этот сезон ну посчитать раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и 13 вот лезет сверху копье то есть просто огромный вообще этот год сказать по пальмам просто большой прирост ну фатине red robin у меня как хлорозило так и хлорозит то есть что только не делал и хилат железа и магний и уже вот значит кислоты добавил потому что выяснилось что у меня паш воды полива 8 и 5 довольно щелочная но уже делаем подкормку подкисляем воду с помощью специального устройства инжектор вентури отдельный будет ролик обзор этого дела вот значит ну в общем в таком виде она есть другая фатине которая находится у меня там другом месте в саду я и покажу такого явления не наблюдается вот значит дальше хочу перейти по плющу кстати не говорил наверное никогда у меня здесь плющ везде растет как почвопокровное растение с целью чтобы не росли сорняки чтобы он заполонил все и соответственно избавил от прополки вообще преследовал всегда цель и говорил что сад должен быть малоуходным то есть я и своим клиентам значит на своей профессиональной деятельности всегда говорю значит что сад конечно предпочтительно малоуходный кто не любит вот так возиться и были принадлежать цело своему саду то конечно малоуходный сад в данном случае это нужда и выручка так следующий момент юки я не описываю потому что ну а чего их описывать юки славные они растут и в мороз и в засуху нашем климате то есть для нас это ничего обычного нет в этом фасе тут меня хоть и при довольно хорошего и обильной влажности горит фасе значит этого регатная спайдерс вебс но тем не менее чувствует себя она неважно у меня вторая есть фасе такая же вот но она стала сейчас немножечко рост начинал начала свой поэтому это конечно чувствует себя неважно даже новых листов не дает ну посмотрим далее кизильник с ним все хорошо посажен был в лето недавно ну ровно падут также с ним все прекрасно молочай молочай тоже с ним все хорошо вот берисклет японский все прекрасно калина лавра листная все отлично значит здесь у меня лавр благородный у него хороший молодой прирост тоже все хорошо кипарис растет целый сезон простоял без каких-либо движений то есть рост был какой-то небольшой но его собрать и с которыми был вместе посажен его обгоняют потому что его я перед посадил потом пересадил сюда то есть кипарисы не совсем любят пересадку довольно к ней чувствительны пересадки поэтому была задержка в росте стрессовал болел ну а сейчас дело пошло и даже если видно вот верхушка его и у него макушки значит стволиков загибаются это говорит о том что очень хороший полив ствол не успевает древесневеть и таким образом деформируется но ничего страшного потому что главный ствол всегда идет вперед вот все это корректируется дальше там у меня бамбук бамбук непростой небесито так филастахис ладно я там допишу крутится в голове и не могу вспомнить потом одинокий лох там еще как посадил полтора сезона назад так он там торчит что-то хлорозит желтенький роста нет никакого не знаю мучается чего-то то ли его оттуда выдернуть и в другое место посадить на солнце то ли что в общем наверное этим я займусь чуть позже так же ну вот перейдем к трахикарпусу трахикарпус просто бомба трахикарпус у меня перезимовал значит зиму был посажен он год назад осенью зимовал он в теплице полиэтиленовой под пленкой с подогревом ну я говорил уже в предыдущих своих видео что я не трахикарпус грел а просто значит тестировал теплицу саму теплицу то есть она у меня переносная я ее тащил уже отсюда здесь трахикарпус уже так укрываться не будет он в принципе не будет укрываться то есть вообще все пальмы я буду укрывать все кроме я имею трахикарпусы только в период аномальных морозов это те морозы которые там выше 15 ниже 15 градусов они у нас бывают очень редко если вообще бывают то есть такие морозы которые у нас бывали всего два раза за всю историю это 2012 2006 и говорят какой то там в сороковых годах прошлого века но в этом веке только два раза такое было 19 и 23 градуса все больше не было то есть на них мы не ориентируемся ориентируемся значит на чаще всего климатограмму которая у нас есть она у нас довольно теплая значит в Вашингтоне однозначно будет укрываться но в случае опускания температуры падения температуры ниже 5 градусов то есть 4 градуса я и укрываю нету 4 градусов мороза нечего мучить эту растюху я понимаю это так также у меня пока ввиду того что я значит еще не подготовил место посадки вот в горшках в таких вот небольших маленьких не знаю 10 литровых наверное сидят такие трахикарпусы стреляют просто сумасшедшим образом то есть растут очень быстро наросли за сезон вот такую круглую шапку себе то есть я даже удивляюсь при поливе с ведра вот я выливаю туда в горшок вода первое первое ведро просто пролетает сквозь корни то есть трахикарпус съел там вообще всю землю уже требует либо пересадки на другой больше горшок либо высадки в открытый грунт вот ну поскольку пока что не время и не к месту вот терпит в этом горшке в общем заливаем его несколько раз пока уже не так вытекает вода еще один трахикарпус тоже сидит в горшке также нарос неплохо но горшок тут чуть больше но незначительно тоже растет 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 то есть почему не знаю ну полив конечно отменный что тут можно сказать тут еще посифлора посажена была почти в конце августа то есть прет вот как сумасшедшая за этот период уже залезла на крышу вон видно то есть все заплела вот вот таким образом все это происходит так переходим сад так вот мы перешли в сад в саду начинаем тут у меня временно курочки размещаются саду начинаем мы с этого угла там у меня обыкновенный бамбук размещается нормально себя чувствует все хорошо инжир был пересажен в этом году с места на место поэтому соответственно он прирос не очень в этом месте дальше идем это барбарис юлиана значит можжевельники я рассказывать не буду какие у меня они пока меня не совсем интересуют чешуйчатые и так далее попались тут уж скажу значит мискантусы посажены тоже недавно совсем нормально себя чувствуют стреляют вот уже такие у них метелки вырастают так дуб каменный ну плохо провел лето скажем так непонятно чего ему не хватает новая ветка поросль у него такая другие ветки чувствуют себя не совсем важно то ли грибки то ли что-то то ли подгорал на солнце ну в общем вот так дальше еще один кизильник далее идем значит это магнолия литл джем такого вида то есть чувствует себя она прекрасно прирост цвела все хорошо в общем растет вперед значит тут у меня еще один из видов хурмы растет за хурмой я с интересом наблюдаю считаю ее экзотическим растением хоть она и листопадная тем не менее значит интересует меня про инжир говорить много не буду так то все хорошо плоды уже лопаются от спелости много плодов а вот это особое дело то есть долго искал это жимолость вечно зеленая генри с темным листом вот с таким вот красивое очень растение не так легко найти то есть по первому запросу и не найдешь поискать придется искал долго но нашел теперь есть криптомерия хлорозила подливал кислоту дело пошло цвет стал меняться но все равно еще пока не совсем идеальный так что будем двигаться дальше это лавра вишня вригатная сабаль сабаль пока в горшках буду высаживать ввиду того что посадил очень много экзотов в этом сезоне которые нужно будет наблюдать в зиму то есть какие то придется укрывать в случае морозов какие то нет как бы не высаживаю пока почему потому что хочу адаптировать свои возможности быстрого укрытия в зиму то есть немножко опасаюсь за то что высадив много экзотов могу не справиться быстро и экстренно укрыть их перед морозами так что пока в горшках все постепенно значит татуя ауреянана олеандр трахикарпус неплохо растет уже посаженный был в августе дает прирост хороший он копье торчит фатиния фатиния ред робин не хлорозит чувствует себя нормально вот в отличие от той фатинии хотя они ровесники вместе покупались вместе высаживались вот значит здесь калина морщина листная чувствует себя прекрасно переросла хорошо цветение идет в ней хорошее ну было уже по крайней мере сейчас завершается панцирус трифолиата тоже был зеленый после посадки стал хлорозить значит кончики веток почему-то как бы чернеют не знаю почему будем выяснять идем дальше так идем дальше мушмула японская хорошо приросла такая прям крона у нее набитая хорошо хорошо все выглядит красивое растение видел как плодоносит у нас в Анавском районе уверен что так будет не каждый год но в зависимости от теплой зимы все зима теплая дело пойдет если нет то соответственно будет значит не каждую зиму плодоносит потому что завязи могут замерзнуть зимой клематис ой клематис значит олеандр махровый цветет обрезка будет чуть позже вот а так все хорошо значит фатиния не особо растет рост есть но такая медленно растущая растуха идем мимо инжира персик который все хлорозит хлорозит уже надоел надо его будет удалять наверное здесь еще один трахикарпус лавра лист но марсина листная калина все хорошо бамбук дает уже хорошую поросль свою вот вот так розмарин цветет лавровишня нормально себя чувствует прирост у них хороший постоянный значит арбутус земляничное дерево прирост посадил уже в осень поэтому сильно не успел прирасти некогда все было да и некуда здесь у меня около теплицы трахикарпус который ввиду видимо того что все таки это большой организм все никак не может прижиться посадил все лето он в таком состоянии но не все лето потому что посадил я его в июне и вот он в таком состоянии у меня находится то есть я ему сам много обстриг зеленых листьев потому что они были ветром измочали сейчас уже думаю зря не зря я это сделал все таки пальма питается из-за листьев из своих листьев но вид был такой не эстетический поэтому немножко раздражали они меня своим видом я их почикал потом я в этом желании себя остановил поскольку так разойтись можно многое то есть вот идет у него новое копье будем ждать прироста так вернемся тут еще один у меня собаль подокарпус многоплодник еще одна морщинолистная калина тут опять же таки падок астролистный как видите вот хороший прирост идет тоже посадил довольно поздно не сразу я его не в начале лета тоже все по тем же причинам поэтому все приросло не сильно дальше красавец питоспором смолосемянник с темно-зелеными блестящими глянцевыми листьями вот такими вот такими то есть я на него не могу налюбоваться самый лучший из моих питоспорумов хотя у меня есть вообще еще один классный сейчас покажу его большой огромный в открытом грунте тоже сидит вот этот питоспорум я покупал в анапе вот и он вообще прямо классный дальше это олеандр еще один вот сорт не могу сказать белым цветет тут у меня лен австралийский немножко подмокал поэтому свел все лето только вот сейчас цвет прекратился у него значит гордыния гордыния хлорозит так ну это бюричина вечно зеленая так османтус османтус сидит первый год первый сезон сидит вот посадил в июле месяце так сидит вот такой вот лавровый лист высотой три метра и смолосемянник смолосемянник эпитоспор он еще один в открытом грунте вот такой видом он уже плоды или семена что тут у него да это хамеропс хамеропс в горшке идем сюда здесь бути зимовать будет первый раз в открытом грунте еще один лавр благородный за ним магония подуболистная картадерия и аспидистра значит здесь у нас маракуйя вот на этой шпалере снизу уже аукуба идет идем дальше еще одна мушмула то есть я ее уже сформировал штамп она кустом была посредил все ветки снизу еще один олеандр падуб пальма голубая брахия армата в открытом грунте она зимовать будет первый раз зиму укрывать не собираюсь ну жесткие аномальные холода есть такие будут а их скорее всего не будет повторюсь у нас это аномальные холода такие возможны только вот в геленджике зимует прекрасно уже не один сезон у людей знаю но ну словом пальма очень такая неординарная своим таким голубоватым цветом очень довольно таки приятный вид здесь еще один лен австралийский также тис ягодный на реабилитации один из видов лавровишни здесь мандарин ушил ушил сорт кавана вася значит один из мандаринов у меня плохо себя стал чувствовать и лист сбросил не знаю погиб не погиб даже сложно сказать но печально очень надеюсь что этот мандарин будет конечно лучше себя чувствовать но в эту зиму я его высаживать в открытый грунт не буду а вот на будущую зиму уже да уже да так тут у соседей утки дальше лавсена олеантр бригатный значит финик канарский кипарис пирамидальный их у меня довольно много кипарис растет зимой прекрасно отлично никогда никаких проблем с подмерзанием не было и не знают значит здесь еще пальму в горшках а у куба тоже долго мариновал ее значит в горшке не знал куда высадить ну уже высадил сюда если место не подойдет впоследствии наверное буду пересаживать еще одна магнолия грандифлора посадил на смену вот этой яблоньки то есть поднимется чуть повыше яблоньку эту удалю вот а пока пускай вместе сидят значит в горшках мужмула идем смотреть вот в эту зону здесь красавец клематис арманди или армандо еще называют его кто как значит вечно зеленая лиана красивая из минусов плохо черенкуется довольно таки то есть говорят статистика 1 к 15 1 к 10 успешность укоренения но вечно зеленая красивая лист такой ланцетный длинный довольно таки хорошо выглядит тут еще одна у меня мушмула мушмула значит прошу прощения хурма виргинская королек у меня есть еще одна хурма джира в любом состоянии спелости не вяжет хороший сорт но я ее прошел не показал в следующий раз покажу здесь еще одна мушмула небольшая маленькая а это довольно редкое растение в наших краях это дафнофилум или волчий лисник родина Курильские острова растет в тени растет на оценку 5 то есть любит влажность но такую влажность все таки переменчивая не совсем как говорится вот такую слишком влажную почву заболачивание не перенесет мискантус опять же таки нандина домашняя долго плохо себя чувствовал посадил в тень не стало зеленеть все дело пошло здесь еще один подокарпус или многоплодник саркокока аспидистра вот уже разворачивает еще один листик детку далее еще один подокарпус мирт высадил мирт очень хорошо пошел с горшка значит здесь у меня кедр гималайский хорошо растет прирост дал за этот сезон сантиметров восемьдесят то есть сидел прошлый год немножко был прирост сейчас прирост стал больше и быстрее здесь за газонокосилкой камфорное дерево чувствовало себя неважно хлорозило сидит в горшке думал что дело в солнечном ожоге занес в тень ну пока сидит в тени никаких проявлений ни улучшений ни ухудшений не наблюдаются так идем дальше значит здесь хочется вот остановиться у растения коколюс камфорный вот тоже редкое растение поискать его придется еще один питоспором малосемянник за ним прячется цикос тоже при пересадке побаливал желтели листья потом дело пошло на поправку стал расти так сразу здесь чтобы уже закончить это у меня здесь лавра вишня растет я на изгородь себе выращиваю тут 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 у меня картадерия пампасная трава значит пироканта оранжевая и желтая ну и пальмочки леандра леандра мушмула агавки бананчики таком таком вроде все значит здесь агавы становиться можно агавы у меня двух видов американо голубая агава наварегатная юка пестролистная идем дальше вот еще одна агава интересная тем что у нее ярко выражена светлые тона а зеленый тон такой вторичный больше то есть не ярко выраженный вот ну уже большая агава голубая тут хомеропсы и маленькие трахикарпусы одна юбея у меня сидит на одном месте чувствует себя неважно но на одном месте толчется значит значит здесь магнолия магнолия сорт нантоис флорплена то есть если перевести дословно цветок нанто нанто города французского там где был выведен сорт но сама эта магнолия приехала из Италии с пистой как обычно вот заложила такие хорошие семенные коробочки шишки вот довольно большие такие так что будем высаживать стратификацию делать семена проращивать значит растет нормально но бывает хлорозит но потом ничего проходит у нее это дело может быть что-то стрессует может быть что-то почва немножко щелочная но тем не менее вот таким образом ну не знаю стоит ли показывать у меня также растет гранат в этом плане у меня есть информационный вакуум я знаю что гранат может расти кустом может расти значит как деревец то есть его можно сформировать я попробовал формировать обрезал нижние ветки но он не рос вверх до тех пор пока снова не нарастил себе эти ветки и снова не стал кустом то есть как это делать я пока не знаю вот ну зиму переносит нормально не мерзнет не подмерзает абсолютно вот пока я знаю что его можно вообще не поливать практически но потому что плоды кислые делаются банан любит солнце и сухую почву но пока мне приходится лить рядом с краном он находится здесь тем более вот растет потом кран может перенесем будет посуше значит трахикартус который ждет своей высадки времени высадки находится в горшке нарастил себе неплохо листвы так что нам хорошо идет когда-то я привез его и еще шесть трахикартусов из сочи один из них погиб такие довольно высоких метровым и двухметровыми стволами вот ну вот один погиб шесть у меня есть некоторые высажены в открытый грунт я показывал сегодня вот а два у меня пока находятся вот в горшках вот таким образом ждут свои высадки вот вот так на этом сегодняшнее видео буду заканчивать всем привет кому не сложно поставьте лайк стимулирует и вдохновляет на новое творчество всем пока все здесь это все все и все Продолжение следует...